МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всех приветствую на нашем канале ОПТОНЕТ. Сегодня у нас на обзоре топ подарков для автомобилистов, для водителей, для людей, которые любят и ухаживают за своим автомобилем. Это много всего разного. Например, вот такой вот регистратор. Ну, согласитесь, любому то дальнобойщику, то человеку, который просто по городу передвигается на своем автомобиле или на чужом автомобиле, это штука полезная. Это вот такие пищалочки. Еще есть колонки, покажу. Датчики парковки, это парктроник, ребят. Подсветка салона, автомобильные компрессора, которые подкачивают колеса. Также андроид-магнитолы и другие. Рамка с камерой заднего вида и другое. Сейчас подробно, обо всем подробно вам расскажу, покажу. Ссылки на каждый из этих товаров будут в описании. Можете перейти, посмотреть, заказать себе или на подарок кому-то. Приятного просмотра. Поехали. Итак, ребят, первый подарок, который подойдет отлично автомобилисту, это автомобильные пищалочки. МА-260 Дом Твиттерс. В комплекте идет две пищалочки вот такого типа. Они очень прикольно выглядят, очень красиво. Подходят любое авто. Значит, вот такие вот пищалочки на внешний вид очень стильные и прикольные. В комплекте идет у нас две пищалки, которые издают высокие частоты. Ну, кто разбирается в акустике, тот понимает. Также у нас подкладки под эти пищалки и шурупы для крепления. Еще у нас идут вот такие вот переходнички, которые позволяют, собственно, их установить куда угодно. То есть, их можно поставить как на торпеду вашего автомобиля, так, чтобы не портить вид. Можно, допустим, в дверные карты. Здесь идут кабеля уже готовые. Так что, ребята, ссылка на вот такие пищалочки. Кто любит акустику, то, в принципе, подойдут отлично. Ну и согласитесь, выглядят очень красиво. Моделька МА-260. Можете перейти по ссылке в описании и посмотреть. Если их правильно настроить, и они будут работать с хорошей акустикой, то есть, другими основными динамиками, то, в принципе, звучание будет очень классное. Честно говоря, намного лучше, чем без пищалок. Итак, ребят, следующий подарок это Car Inter Decoration. Короче, LED-лента. Открываем нашу коробочку. Она питается от прикуривателя, но при желании можно ее вывести вообще на любую кнопку. В комплекте вы получаете, во-первых, выход под прикуриватель, включить, выключить в автомобиль. Также вы получаете вот такой вот жгут кабелей. Четыре вот таких штуки, как правило, их устанавливают под сидение автомобиля. Но вы можете поставить куда угодно. Здесь выведен датчик. Это типа RGB-лента, которая управляется с помощью вот этого пульта. То есть, вы можете менять любой цвет. Это синий, красный, любой. Вообще, есть режимы под музыку. То есть, в датчике стоит специальная штука, которая реагирует на музыку. И когда там, допустим, играет громко музыка, то они работают, меняют быстро цвета и так далее. То есть, мы проводим под каждое сидение четыре вот таких ленты. И салон автомобиля будет очень круто светиться. Честно говоря, с любого автомобиля делает очень красивую подсветку салона. Можно использовать в багажнике. Ну, в общем, каждый найдет применение. Датчик управления. Вот сюда, собственно, вставляется вот эта штука. И можно просто запитывать от прикуривателя. То есть, от любого автомобиля. От прикуривателя. Вставили кнопочку, нажали и дальше полное управление идет с пульта. Стоит недорого, но делает очень красивую подсветку. Подойдет на любой автомобиль. Поэтому можно кому-то подарить. Они, кстати, ребят, клеятся на двухсторонний скотч. То есть, сняли ленту, приклеили. Очень надежно все фиксируется. Поставить их можно самому куда угодно. Следующий подарок это камера заднего вида. У нас их есть очень много разных. Есть круглые, есть врезные, квадратные, с диодами. В общем, разные. Сейчас я взял на обзор конкретно одну. Но вы по ссылке в описании можете перейти и посмотреть вообще много. Смотрите, вот это вот такая камера. Естественно, два тюльпана. Один идет на питание. Один идет на вывод изображения. Собственно, идет вот такая камера с диодами вокруг. Для того, чтобы ночью она смогла подсвечивать. И, кстати, вот эти LED-диоды очень хорошо светят. Есть камеры, которые снимают в хорошем качестве. Есть камеры, которые бюджетные снимают в чуть хуже качестве. Все это можете посмотреть на сайте. И в комплекте вы, конечно, получаете кабеля для проводки. То есть, магнитоли от самой камеры. То есть, плюсовые кабеля и кабеля питания. То есть, один вставляется на саму камеру. Вот сюда. И это уже на плюс автомобиля заднего фонаря и масса автомобиля. Также у нас идут вот такие шурупы для крепления этой камеры. В кого нет возможности крепить вот такую, то есть круглые, есть врезные в бампер. В общем, большой выбор камер заднего вида. И эта штука реально полезна. Так что переходите. Также есть мониторы для этих камер. Магнитолы для камер и так далее. Еще, ребят, я взял вот такую вот номерную рамку. Потому что эта штука тоже очень прикольная. В кого нет места, чтобы ставить камеру заднего вида. И кто не хочет, допустим, делать отверстие в бампере для врезной камеры заднего вида. Есть у нас вот такие вот рамки номерные с уже встроенной камерой. Смотрите. Сейчас я вам все это дело покажу. Продемонстрирую. То есть, по сути, это обычная рамка для номеров, в которой встроена камера. Здесь тоже идет в комплекте, то есть, как мы видим, уже те самые кабеля, как в любой камере. То есть, для проводки к экрану. Кабель на питание данной камеры. И, собственно, вот таким вот образом выглядит рамка. Рамки, сразу скажу, бывают разные. То есть, черные и белые, серые. Кому какая нужна. Вот видите, то есть, сюда выставляете ваш номер. Он идет, смотрите, с подсветкой. То есть, подсветка номера уже даже будет. Это круто. Так вот, здесь установлена камера. Очень аккуратно и красиво все это дело сделано. И, естественно, отжимаем два болтика. Вы можете ее направлять, как вам нужно. То есть, вниз, вверх, посередине. Зажимаем два болтика, и камера крутиться не будет. У нас идет парктроник. Они бывают на 4 и на 8 датчиков. У нас есть на сайте разные. Поэтому можете перейти и заказать. Подключения очень простые. Сейчас я продемонстрирую вам. Самый главный блок управления датчиков. Сразу идет скотч двухсторонний для крепления. Экран. Смотрите. Во-первых, идет экран с большим количеством провода. То есть, длинный кабель, который, в принципе, хватит вам от экрана до задней части. До блока. Здесь экранчик загораются разные. То есть, показывает метраж, сколько вам осталось до препятствия. Если вы сдаете назад, например, ночью не видно, то он показывает метраж. Работает от 2,5 метров и до 30 сантиметров. То есть, начинает пищать, если какое-то препятствие сзади есть. Дальше. Дальше идет конкретно этот. На 4 датчика. То есть, вот такие вот датчики. Они вставляются в бампер вашего автомобиля. Как правило, ставятся в задний. Можно купить 2 набора в передний. Или есть один набор у нас большой на 8 датчиков. То есть, у нас 4 одинаковых датчика. Датчик ставится в задний бампер. И каждый датчик коннектится вот сюда. Смотрите. В блок управления. Также вот сюда подключается вот этот экранчик. И он становится, допустим, на торпеду вашего автомобиля, чтобы его было видно. И еще у нас просто есть кабель питания, который приконнекчивается, ну, одна часть вот сюда. А выход, то есть, плюс и минус, это плюс на тоже задний ход, когда включаете заднюю передачу, чтобы работал. А минус это просто масса. Также в комплекте нам положили вот такую вот штуку, которая отцепляется на дрель для того, чтобы делать отверстие, ребят, именно того диаметра, который нужен под датчик. Это удобно. Вы сделали отверстие, вставили плотненько датчик. Здесь стоят резинки, то есть, он очень красиво будет смотреться. Также, ребят, эти датчики можете перекрасить любой цвет под ваш автомобиль. Штука очень полезная. Стоит недорого. Автомобилисту это просто штука, которая должна быть. Потому что, когда я ездил без него, в принципе, было нормально. Но когда я попробовал ездить с ним, то без него уже я ездить не смог. Парктроник тоже ссылка в описании. Скину там большие и маленькие наборы. Можете перейти, посмотреть. Следующий у нас идет автокомпрессор DC 12 вольт. Значит, это автомобильный компрессор, которым можно накачивать все, что угодно, вплоть до автомобильных шин и заканчивая даже надувными изделиями. То есть, приехали на речку с ребенком надуть матрас, круг и так далее. Идет он в форме колеса. Просто-напросто клавиша включения-отключения. И вот здесь вставляется прикуриватель. То есть, от прикуривателя он работает. Дальше клавишу включили, он будет накачивать. Выключили, он не будет накачивать. Также в комплекте вы имеете переходники. Даже, смотрите, иголка для мяча, там другие переходники для матраса и так далее. Что реально удобно. И с помощью этого компрессора, вот, например, смотрите, раз, поставили, зажали, можете мяч накачать. То есть, удобная штука, тоже стоит недорого. Но в автомобилиста она должна быть. А на задней части у нас есть специальные вот такие вот штуки, которые смогут держать вот эти крепления, чтобы они не потерялись и всегда были с вами. Значит, у нас идет еще один автомобильный компрессор, тоже на 12 вольт, то есть, работает от прикуривателя. Немножко другой формы. Открываем. Ари компрессор точно такой же, смотрите, переходнички. То есть, пакетик с переходничками. Это иголочка для мяча, для надувных матрасов и так далее. Этот выглядит вот таким вот образом. Значит, вот эта часть пластиковая. То есть, здесь выход в прикуриватель, вы вставляете эту часть, ему уже дается питание. Здесь замотана вот такая штука, которая позволяет накачивать наши колеса. Вот таким образом все дело выглядит. Тоже показывает датчик, который показывает давление. Тоже суть та же самая, просто он немножко другой формы. Это уже на любителя, кому какой нравится. Ссылка на него тоже будет в описании. Вы сможете посмотреть, перейти и заказать. Дальше, ребят, у нас идет автомобильный видеорегистратор. Это конкретно модель F8. На сайте у нас есть и многие другие. Можете по ссылке перейти и заказать. Открывается на магнитике. Смотрите, качество пишет очень классное. Full HD. Здесь наклеена пленочка. Смотрите, Full HD. Здесь даже есть вспышка. То есть, в темное время он может работать, подсвечивать. Или когда вы, допустим, себя снимаете, повернули, записываете разговор какой-то, то он будет подсвечивать. Здесь находится большой экран, клавиша включения. Все это дело вот здесь находится. То есть, значение написано здесь, а сами клавиши находятся на правой части. Наверху у нас выход microUSB на USB для зарядки этого видеорегистратора. Зарядка в прикуриватель. От него он работает. И просто крепление вот таким вот образом на присоски, на, допустим, лобовое стекло. И сюда одевается видеорегистратор. Вот таким вот образом одевается. Здесь закручивается и вешаете, допустим, на лобовое стекло. Также в нем есть выход под microSD карточку. Вот здесь микрофон. Вот это все дело есть. И вы просто вешаете на лобовое стекло. Это реально безопасно, потому что в случае какой-то ситуации вы не сможете без регистратора ничего доказать. А эта штука будет постоянно писать все на видео. И в случае чего можно будет либо на нем присмотреть на экране, либо же просто вытащить флешку и посмотреть, скинуть на компьютер или куда угодно. Дальше, ребята, у нас идет вот такой вот видеорегистратор с зеркалом. Это тоже прикольная штука. По сути, скрытый видеорегистратор. Идет вот в такой коробочке. Их тоже есть несколько видов. Там с большими экранами, с маленькими. Ссылка будет в описании. Вы можете пересмотреть. Конкретно это просто Full HD 1080. Отливаем нашу коробочку. Здесь уже сразу мы видим зеркало с регистратором. Оно крепится на основное зеркало. Здесь специальные крепления идут в комплекте резинки, которые одеваются на основное зеркало. И, в принципе, можно без проблем использовать с основным зеркалом. Здесь наклеена пленка, которую вы, естественно, сможете убрать. Вот здесь находится сам экран. Его даже очень плохо видно, когда он не работает. На передней части у нас кнопки включения, добавления, яркость. В общем, кнопки управления. На верхней части у нас выход, опять-таки, как в обычном регистраторе, микро-SD карточки. Выход USB для зарядки. AV-IN для камеры заднего вида. Здесь есть микрофон, динамики. Вот это все дело. И камера, которая снимает и которая поворачивается в разные стороны. Также в комплекте вы получаете, собственно, питание от прикуривателя в регистратор и камеру заднего вида. То есть вы с этим регистратором получаете камеру заднего вида, которую подключаете в выход AV-IN. И на вот этом экранчике появляется информация, то есть когда вы сдаете назад. Вот те самые резиночки, которые крепятся. Вы одеваете его, допустим, вот таким вот образом на основное зеркало. И вот такими резинками он крепится. Ссылка будет на этот и на тот. Можете на нашем сайте выбрать эти или много других. Итак, ребят, дальше у нас идут вот такие вот динамики. Это Boschman VM Audio на 500 ватт. Очень классные динамики. У меня стоят точно такие динамики. И звучание, я вам скажу, очень крутое. Всем советую, на подарок подойдут отлично. И человек, который даже разбирается в акустике. То есть цена, качество здесь идеально. Здесь есть и низкие частоты, и высокий, и звук чистый. Что самое главное. Идут вот такие коробочки. Ну, вот таким вот образом вы можете их поставить. Если вы не хотите, естественно, можете сетку убрать. Здесь VM Audio или BM Audio. Здесь такая штука. И вот так вот они прикольно выглядят. Ну, всем советую ставить сеточкой. Потому что это не просто для красоты. А на самом деле это еще плюс защита. Потому что туда не будет всякое попадать. Там у нас, смотрите, тоже фирменная надпись. Огромный, смотрите, какой огромный магнит. Значит, два вот таких вот, ребят, динамика. Очень прикольные даже на внешний вид. Также очень круто звучат. Ими очень доволен. Ссылка на них будет в описании. Также, ребят, на сайте у нас есть много разных динамиков. Вы можете перейти, выбрать. Но вот эти, как по мне, очень крутые. Всем советую. Потому что лично я с ними уже проездил месяца два. И они меня радуют до сих пор. Даже не хочу их ни на что менять. Так что, кому нужна акустика, тоже переходите на сайт. Выбирайте и заказывайте. Дальше у нас идет автомобильная магнитолила. Моделька 8701. Это с большим сенсорным экраном, с пультом, с возможностью подключения к ней камеры заднего вида. Здесь подключается USB. Вот это все большой 7-дюймовый экран. Она на Android, что позволяет устанавливать YouTube. Вот эти все радости. Но у нас есть много разных магнитол. Как и с экранами, так и без, так и с выдвижными. В общем, выбор реально огромен. Во-первых, сразу отметим, что в ней есть GPS. Поэтому есть в комплекте GPS-трекер, который подключается к магнитоле. Устанавливается навигатор. И в любой точке мира, ну, соответственно, карты, какие вы скачиваете, без интернета у вас работает GPS. Это удобно. Это двухдиновая магнитола. Это нужно понимать, потому что однодиновая, ну, по размеру тоньше. Значит, она идет с вот такой рамкой. На передней части у нас большой 7-дюймовый экран. Крутилка громкости, клавиша назад, датчик для пульта, домой. В общем, клавиши управления. Также здесь есть выход под microSD-карточку, которую вы можете вставить и накачать туда все, что угодно. Даже фильмы можете скинуть и просматривать. Выход под AUX. Ну, и обычный USB для обыкновенной флешки. На задней части, ребят, у нас фишки для подключения динамиков, для подключения питания. Вот это выход под тот самый GPS-датчик с заглушкой закрыт. Ну, и выходы для камер заднего вида, для сабвуфера, антенна, для радио. Поэтому можно даже радио слушать. Также в комплекте вы получаете две фишки для подключения. Пульт на руль, ребят. То есть можно повесить на руль, кого на руле кнопок нет. То очень удобно, чтобы не тянуться к магнитоле. И еще такой вот пульт, который просто можно использовать, когда вы, допустим, просматриваете фильм на магнитоле или слушаете музыку. Чтобы не тянуться к магнитоле, тоже там можно переключить песню, все что угодно. Еще огромный плюс. В ней есть Bluetooth. Вы можете с телефона приконнектиться к ней по Bluetooth. И воспроизводить музыку по Bluetooth. Это раз. А во-вторых, вы можете звонить. То есть вы набираете номер на телефоне или на самой магнитоле. И через акустику вашего автомобиля происходит звонок. А в магнитоле есть микрофон. Вот здесь он. И как бы вы разговариваете через магнитолу. Дальше, ребята, у нас идут на подарок. Это последний подарок в этом ролике. Это держатели универсальные для любого автомобиля. По сути, пять в одном. Они бывают просто одинаковые. Просто отличаются цветом. И сразу мы можем видеть, как они работают. То есть, видите, можно поставить сюда кофе или чай. В общем, любой стакан с напитками. Даже не один. Еще какую-то бутылочку. Держатель для телефона. Бывают в разных цветах. Вот сзади видно более подробно, как использовать. Давайте откроем и посмотрим. Два вот таких универсальных держателя. Во-первых, здесь есть резинка. С помощью... Ну, вы ее сюда подлаживаете. И сюда можно даже положить, допустим, ключи, монетки. Все, что угодно. Смотрите. Вот таким вот образом вы можете поставить мобильный телефон. И он будет в автомобиле держаться. Дальше. Они открываются вот таким вот образом. То есть, вот так и вот так. Еще один. Вот. Видите? Во-первых, сюда можно поставить кофе. Вот здесь специальная штука прорезиненная. Если вы ставите в стандартные подстаканники, то оно не будет скользить. Также вы можете... Ну, это уже чисто на каждого человека. Как придумает, так можно использовать. Во-первых, подставка для телефона. Во-вторых, смотрите. Вы можете внутрь поставить маленький стаканчик с кофе. Все это дело закрыть. Туда вставить трубочку. И просто-напросто использовать как обычный стакан. Но он будет в серединке. И через трубочку пить. Это... Ну, это я так придумал. Вот такие держатели универсальные. Если в вашем автомобиле не хватает места, допустим, для телефона, для кофе, для... Нету вообще подстаканников. Это бывают такие автомобили. То можете вот такие штуки подарить. И как на подарок, это реально прикольная штука. Потому что, в принципе, эта универсальная штука подойдет в любой автомобиль. Особенно водителям, которые проводят очень много времени в автомобиле. Они это оценят. Ребят, вот такие вот подарочки были для автомобилистов. Или просто людей, которые, допустим, проводят много времени в автомобиле. Ездят за рулем. Или для дальнобойщика. В общем, вы можете каждый из товаров заказать по ссылке в описании. Также на нашем сайте переходите. Там много всего другого. Большой выбор магнитол. Большой выбор динамиков. Также есть много других товаров, вообще не касающихся к автомобильной тематике. Не забывайте подписываться на канал OptoNet. Оценивать наши ролики, если они вам понравились. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.